Карагандинцам нужно быть фигуристами, чтобы в эти дни передвигаться по городу. Из-за сильного гололеда ежедневно сотни человек получают травмы. Людмила Батюшкина продолжит. В травмпункте клиники имени профессора Макожанова длинные очереди с травмированных граждан. В дни гололеда сюда ежедневно попадает минимум 100 человек. 19-летний Сергей Вербицкий упал, не успев отойти от дома. Вышел на улицу, гололед сильный, то есть шел на ровном месте, нога поехала. Колено. И вот в итоге капупа колена более сильная. Очень опасно. Днем тает, а ночью замерзает, и улицы каждый день превращаются в каток. Ежедневно коммунальные службы высыпают на тротуары по 200 тонн песко-соляной смеси, но в такую погоду это малоэффективно. Мы в двухсменной работаем, погода переменчивая. Вечером подсыпает, подсыпку делает вечерняя бригада, у нас ночная бригада. Она держится, ночью она держится, утром вот это все тает, а вот то, что мы подсыпали, она вместе с водой уходит она. Под вечер она опять замерзает. Мы сейчас боремся с этим. Все, что возможно, мы делаем сейчас, работаем, усиленно работаем. Чаще всего карагандинцы ломают кости рук. При падении человек машинально вытягивает руку и падает на нее. На втором месте переломы лодыжек. Реже получают травмы грудной клетки, позвоночного столба, черепно-мозговые травмы. В этот период многократно возрастает число обращений. Чтобы избежать этих травм, носить удобную, нескользкую обувь, ходить не спеша, мелкими шагами, скользя по поверхности гололеда. Ну и не отвлекаться на посторонние предметы, такие как телефон. Сейчас вот это очень модно. Многие смотрят телефон и идут. Пожилым людям врачи советуют вообще не выходить из дома в гололед, так как их кости хрупкие и любой перелом может оказаться фатальным. А если вышли, опираться на трость с острым наконечником и носить накладки с шипами на обувь. Если все же падаете, максимально сгруппироваться, руки прижать к телу и стараться упасть на бок.